привет дорогие друзья с вами я роман гарелик и как я обещал за обидно за ваши лайки под тремя видосами про дизайн отеля я записываю видео про анимацию этого проекта я сразу вам скажу что у нас есть целый курс по анимации интерфейсов его особенность в том что мы не просто учимся анимировать интерфейс и я вас учу и всяким эффектным появлением исчезновением переходом и тому подобное а курс сделан так что там есть две параллельные ветви мы каждый урок проходим как теорию а теория это не просто ну типа как делать а теория основана на исследованиях мозга основана на принципах анимации которые выявлены там по моему 12 штук это не принципы волк и дисне это отдельные 12 принципов анимации именно интерфейсов я вас буду учить как программам каждом спринте так и мышлению с которым вы будете проектировать новый пользовательский опыт то есть как анимация помимо того что кей становится но ваша работа эффекты она становится как сделать помощью нее удобный продукт как приложение так и сайт на телефон на компьютер на какую-то панель может быть и тому подобное то есть мы будем проходить именно принципы создания UX опыта и UI анимации то есть как с помощью анимации создавать новые пользователи скопы поэтому курс называется UX UI не просто UI анимация вот а мы уже на этапе проектирования вообще пользовательского опыта будем закладывать какие-то моменты на анимацию это важный важный момент ну сразу вам скажу поставьте лайк этому видео он точно вам понравится вы точно здесь узнаете много полезного чтобы потом не забыть подписывайтесь на нас на чтобы не пропустить еще следующие видосы ну и досмотрите конечно же видео до конца жду ваших комментариев по поводу этого урока что понравилось что непонятно и тому подобное надеюсь на все отвечу давайте начинать здесь у нас будет вот такая вот анимация вот вот так вот мы сделаем так вот вот так вот вот так вот нам нужно установить плагин aeux я вам дам ссылочку скачиваете вот здесь на кнопку нажимаете и здесь по инструкции проходитесь закидываете в zxp installer скачивать его файлик из папки а и вот этот фигме указываете тут есть инструкция типа вот правой кнопкой мыши плагин development импорт плагинов ром манифест и указывайте вот этот файл все будет прекрасно работать зайдете в after effects во вкладку window здесь в extension в выберите айвикс он у вас появится вот в этой панели тут его увеличите как ну как нужно вот так вот все здесь поставить новая композиция поставьте frame rate давайте поставим 30 пускай будет слишком много 60 и поставим 8 секунд у вас будет стоять 5 нас анимация на 8 секунд будет рассчитана сегодня у композиции я эти предыдущие но что я подготовил да я не буду удалять чтобы я вам показывал что мы будем делать заходим фигму команд по здесь пишем aeux выбираем выделяем наш фрейм здесь берем сен селекшн твое и отправляем его в after effects переходим сюда вот у нас экспортировался наш наш дизайн в новой композиции вот он сайт слайд 16 9 и бла-бла-бла здесь мы видим есть косяки с переносом текста тут у меня есть косяки вот здесь косяки и тому подобное в этом нет ничего страшного мы просто сейчас я увеличиваю два раза кликаю сейчас пододвинем текстовый слой сделаем шире нажимаю control enter чтобы у меня выйти из редактирования текстового слоя здесь двигаю контрол enter зажимаю пробел перемещаясь вот сюда здесь двигаю тоже control enter здесь hotel hotel spa улетел и вот здесь у нас тоже есть такой от недочётик выберем у меня отдельной композиции его сделал специально я его положил в фрейм чтобы это был при композ чтобы не было разделение на два слоя для того чтобы не было разделение на два слоя вам нужно перенегруппировать а именно создавать фрейм внутри которого будут файлы два раза кликаю перехожу сюда и увеличиваю ну и закрываю здесь единственное почему-то он меня уехал давайте выровняем зайдем во вкладку line если у вас ее нет вы заходите сюда в windows находите line выравнивание выровняем по горизонтали все закроем это все дело дальше здесь у нас будут такие же косячки но мы сейчас на это обращать внимание не будем мы будем сразу править что где нужно и так не пугаемся всей этой панели здесь у нас лежит библиотека здесь у нас слои здесь timeline здесь у нас окошки до необходимые нам то есть мы будем пользоваться эффектом character да то есть работа со шрифтом а и викс line ну а есть нам больше собственно и не понадобится нам нужно сделать появление всего вот этого мероприятия и для этого мы вообще сделаем сейчас следующую другую композицию потому что у нас сейчас композиция в высоту во всю высоту а нам нужно сделать full hd на где будет именно скролл и проскролливаться все наши анимации чтобы каждый раз не выбирать все элементы не анимировать их движение по и по игреку и настраивать у них там плавность движения мы сделаем еще одну композицию мы кликнем вот здесь new composition финал назовем ее финал здесь укажем 19 20 на 10 80 фреймрейт давайте поставим у нас там по-моему 30 в оригинале пускай тоже стоит 30 здесь выставим тоже 808 секунд все отлично нажимаем ok теперь берем еще одну композицию вот здесь в папке и x в папке composition а вот у нас слайд 16 16 9 мы забираем нашу вот эту композицию можно по идее нет нельзя хитренький какой то есть вот отсюда перетягиваем ее на панель слоев все перетянули в папочке и x понимаю сложно понимаю сейчас непонятно но что я делаю постарайтесь там поставить на замедленно попробовать повторить в папке и x к сожалению но я не могу но мы сейчас очень долго будем если но много времени потратим если будем сейчас в одну такую глубокую after effect сделать но я надеюсь что я максимально понятно буду изъясняться выделяем нашу вот эту композицию то есть это как smart объект у нас будет как компонент который будет ссылаться вот к этой композиции не пугайтесь что здесь у меня две композиции это предыдущие уроки и выделяем и в line делаем и line top выравниваем верху и будем анимировать исключительно вот вот один слой только будем анимировать в нужный нам момент переходим вот сюда возвращаемся на весь экран выделяем вот эти два вот эти два элемента они у нас где-то вот здесь мы можем их например для удобства команд shift и открывающаяся квадратная скобка опустить в самый низ нам было проще то есть по иерархии как мы будем делать выделяем вот этот элемент и здесь по идее здесь есть вот трансформ можно мы будем трансформировать по опасите и по масштабу чтобы мы сделали где у нас мы будем делать вот такое из блюра появление вот этого текста мы видим что у нас большой прозрачный и заблюренный и он постепенно переходит в резкое состояние что мы сейчас будем делать мы будем анимировать эти элементы сразу запоминаем горячие клавиши но я не пользуюсь вот этой панелькой я пользуюсь горячими клавишами только если мне текст нужно там анимировать горячая клавиша у английская она скрывает если он здесь нет каких-то ключей анимации если они есть то они проявятся мы работаем с с прозрачностью нажимаем т не знаю почему то хоть и опасите но о но вот почему-то т нажимаем здесь ноль можем выделить кстати сразу два слоя здесь тоже нажать вот ноль выдели выделить их шифтом нажать с скейл тоже ставим здесь ключик с скейл перемещаем примерно но чтобы он где-то вот как где-то вот до сих сколько это у нас в где-то 18 кадров отчитываем и нажимаем вот здесь на ромбик еще раз то есть он создаст два ключа это первоначальное состояние это конечное состояние сейчас они одинаковы поэтому анимации никакой не происходит наша задача создать эту анимацию чтобы здесь например у нас скейл был то есть он нас больше был дал наш текст давайте сделаем вот так вот слишком сильно большим не будем делать то есть вот чтобы у них пересечения здесь появилась и вот как раз таки выделены два слоя нажмем горячую клавишу у еще раз у и он нам покажет вот что здесь есть скейл и опасите и опасите здесь выкрутим на ноль то есть вот она как бы нажимаем пробел чтобы play у нас заработал а вот здесь ключика у нас по прозрачности нет мы смещаем сюда мы можем вот этими стрелочками пользоваться перемещаем сюда здесь ставим ромбик и здесь опасите обоих выкручиваем на 100 все у нас вот такая вот анимация получается теперь осталось добавить блюра правильно идем в эффекты здесь есть блюр ну он на у кого русский будет after effects размытия но я рекомендую поставить английскую версию потому что все уроки будут на английском всегда здесь берем размытие по гауссу и смотрите здесь у вас может быть не активно сейчас эффект control отель и спа мы вы перетягиваете этот эффект на нужный нам слой все в начале сейчас только на один закинем на отель и спа здесь делаем блюр давайте поставим на 100 посмотрим что у нас происходит вот в таком формате и здесь нам нужно поставить будильничек тогда у нас создастся здесь ключ отмотать чуть-чуть назад и нам нужно взять вот это размытие по по гауссу и перетянуть на нужный нам слой мы перетягиваем на самый первый название отеля здесь у нас появляется вот по нулям мы сразу в изначальной точке ставим здесь будильничек чтобы у нас появились ключи снова нажимаем на у у нас появляется здесь размытие по гауссу параметр блюр нас на то есть само размытие здесь у нас будет 100 переключаемся вот здесь и ставим 0 теперь у нас вот так вот выглядит наша анимация но мы видим что как-то косячно она выглядит да то есть вот по размерам нашего текстового слоя идет анимация нам нужно убрать вот здесь галочку и тогда размытие будет полная вот в таком формате аля об все теперь мы перетянем вот сюда гауссблюр отели спа выберем вот эти два ключика нажмем команд c выберем вот этот слой отеля спа и нажмем команд в нажмем у и вот у нас появилось появление двух этих слоев единственно нам здесь нужно убрать отеля спа тоже вот эту галочку здесь отжать все вот так вот будет работать наша анимация можно по идее здесь будет даже с вот поставить анимацию чтобы давайте сразу здесь это сделаем мы потом будем создадим сейчас шаблон вот появление заголовков будем его использовать мы здесь поставим галочку на то что у нас есть вот эта галочка например что у нас здесь стоит потом команд и стрелка вправо делаем следующий кадр галочку отжимаем все у нас здесь есть два ключика есть галочка и нету галочки все отлично у нас сразу у нас выключается и мы будем дальше уже копировать этот эффект он уже будет сразу с таким эффектом давайте сразу создадим шаблон для этого вначале нам нужно сделать плавность появления всего этого чтобы анимация была не линейная а было какое-то замедление ускорение и тому подобное мы выделяем все наши ключевые точки и жмем fn f9 ой у меня на ноутбуке точнее но здесь fn f9 вообще в принципе вы должны нажать и f9 но в большинстве случаев вы будете жать еще и f9 какие-то клавиши назначены вот у нас есть плавность уже здесь можно перейти вот в здесь в график выбрать edit speed graph и сделать например чтобы в конце вот потянуть вот этот ползунок чтобы в конце она бы было поплавнее вот так вот плавно появляться выйдем из этого графика отель и спа можно прям целый слой можно не ключи двигать а можно прям целый слой все равно здесь у нас в прозрачности не виден чуть-чуть смещаем до чтобы у нас в начале первая строчка появилась потом 2 все отлично теперь выделяем все вот эти ключики идем в они мэйт и пишем сейф они мэйт пресет и здесь пишем blue line 2 у меня уже первый просто создан я два создавшим у меня конфликтов нему сохранить потом к этому вернемся теперь давайте делать анимацию вот этих элементов я буду где-то видео ускорять где повторяющийся будет но анимация чтобы сократить размер видео берем наш логотип подходим сюда то есть я любитель делать анимацию так чтобы у вас не было что что-то появилось потом сразу следующее появлялось чтобы всегда анимация наслаивалась тогда появится ощущение какой-то сценичности от репетированности и нету того что вот одно появилось потом другое и наше внимание в этот момент начинает метаться это раздражает глаз потому что ну то есть мы начинаем дергаться а так в целом вся картина проявляется очень плавно атмосферно и это создает ощущение гармонии красоты какое-то спокойствие ну и порядка мы выбираем то есть мы видим здесь отступ мы можем что это отдельный слой может у нас чуть пораньше начать появляться где-то вот здесь наш логотипчик нажимаем т ставим здесь ключ к опасти то есть вот примерно на таком расстоянии чтобы у нас там здесь ромбик отматываемся делаем шаг назад здесь опасти выкручиваем на 0 все выделяем эти ключи жмем f9 заходим в график чуточку делаем поплавнее завершения все вот у нас появляется наш отельчик хорошо теперь выделяем эти ключи копируем их идем сюда ставим наш курсор ну то есть вот это время ползунок времени чуть подальше вот сюда где-то нажимаем команд в с выделенным этим слоем нажмем у валя здесь уже стоят эти ключи дальше я ускорю сейчас видео я буду делать на все эти элементы чтобы они у меня последовательно появлялись здесь смысл в чем что у нас не вот так вот что идет появление этого вот этого вот это вот этого потом вот этого они у нас будут как бы столбиками то есть когда у нас появляется и тендринг у нас уже должно начать появляться галлери и потом контакт то есть они как бы идут слева направо и сверху вниз одновременно то есть они не вот так вот будут у нас эти галлери начинает появляться контакт уже начинает появляться меню вот такая схема анимации давайте я ускорю видео а вы повторите это у себя проверяем что у нас получилось вот менюшечка вот у нас появляется и тендринг начинает появляться галлери контакт и тут же начинает появляться меню все отлично теперь нам нужно сделать появление нашей картинки картинка пускай появляется вот примерно когда у нас являются вот эти слова где-то здесь мы сделаем появление картинки как она у нас появляется смотрите у нас идет такой эффект как странички да на как бумага прокручивается на то есть у нас есть ротейт вращение прозрачность блюр и масштаб то есть она как бы большая здесь довольно таки много ключевых кадров если мы посмотрим на здесь вот мы видим такое количество ключевых кадров давайте перейдем сюда выберем нашу картиночку у нас ректангл сразу сразу начнем с эффекта идем в эффект и здесь есть у нас дисторт выбираем page turn да то есть проворачивание странички закидываем его на наш ректангл и здесь есть вот такая точечка мы возьмем вот эту точечку и перетянем ее вот сюда в самом начале она у нас должна быть вот в таком формате сейчас еще посмотрим может придется подвигать из-за масштаба ставим ее здесь control fold position ставим здесь будильничек да потом скейл ставим здесь будильничек т нажимаем сейчас scale это s нажимал t выбираем opacity и и и и rotate r все нажимаю у вот у нас вывалилась все наши четыре ключевых кадра отматываем сюда он будет долго появляться и здесь проставляем вот по ромбикам проходимся то есть теперь выставим изначальное состояние нам нужно выделить вот у этого эффекта значение по появилась вот здесь она у нас должна страничка главное попадите не перетягивать его сюда потому что анимация закончится чуть раньше вам нужно примерно вот сюда в этот ключик попасть все отходим назад делаем скейл больше делаем вот таким примерно на 46 rotate вот здесь это количество вращений сколько раз так повернется на какое количество градусов нам нужно буквально вот где-то 7 градусов но и opacity по нулям а я еще забыл проблю он у нас из блюра должен появиться поэтому опять же гаусс блюр сюда закидываем убираем эту галочку сразу здесь ставим будильничек давайте поставим что-нибудь там пускай 150 перейдем вот сюда и здесь поставим по нулям вот смотрим что у нас получается и вот у нас идет вращение нашей картинки отлично выделяем все наши ключевые слои нажимаем у еще раз чтобы появились ключевые слои жмем fnf 9 заходим в график выделяем вот эту опорную точку и делаем здесь также плавное завершение в самом конце и вот раз если у вас компьютер подтормаживает вот здесь поставьте например качество можно в половину в три раза или в четыре раза делать похуже тогда у вас пререндер будет гораздо быстрее как работает пререндер вы уже будете понимать как работает ваша анимация давайте халф поставлю чтобы было быстрее в принципе вот и все здесь мы заходим в нашу кнопочку я не буду делать анимацию отдельно к но но текста отдельно стрелочки я сделаю сразу анимацию всего я выделю вот эти ключики примерно вот здесь у меня моя кнопка должна появиться все мы смотрим где-то концу первой секунды у нас появление вообще всего происходит можно сделать появление картинки даже чуть побольше например это хуже но хуже от этого не будет посмотрим еще раз мне кажется слишком быстро она у меня действует поэтому я выделю здесь вот этот ключик на графике и сделаю здесь вот так вот что у меня и в начале будет такое плавное ускорение и так вот сделала и эти ключики я тоже подвину пускай они у меня будут где-то вот до сюда смотрим вот прошел зеленая линия прошла но в принципе рисковато конечно идет вот это движение можно сделать его еще дальше еще плавнее вообще в четыре раза меньше но так вот меня больше устраивает да отлично смотрим что у нас в финале здесь у нас как раз таки это наша анимация выглядит здесь тоже можно поставить в четыре раза здесь может при записи видео у меня проблемы такие все вот она у нас появилась застопорилась и можно вот где-то уже отсюда начинать скролл мы берем нашу этот слайд в горячий клавиша p position ставим здесь будильничек и давайте вот примерно сейчас я посмотрю чтобы точно не гадать насколько у меня здесь по позицию здесь но вот у меня примерно чуть ли не не полторы секунды идет движение моего скролла давайте так и сделаем здесь у меня вот первая секунда да мы видим это чистота кадров если мы ну здесь и кадры и секунды не путайтесь вот одна секунда вот вторая секунда вот третья у нас сейчас анимация получилась чуть быстрее мы начнем отсюда и примерно вот до сюда будет движение нашей анимации здесь ставим новый ключик и с шифтом я зажимаю shift и начинаю поднимать мой дизайн что такое поднимаем поднимаем вот примерно вот до сюда давайте его поднимем и теперь настроим плавность всего этого fnf9 как обычно сделаем следующее то есть он у нас начнет плавненько двигаться и очень-очень медленно остановится сделаем это вот так посмотрим у нас здесь резкий такой переход довольно таки быстро он пролетает вот этот момент и плавно-плавно замедляется и здесь тоже плавно делать это движение можно еще даже плавности добавить длину нашего скролла потому что у нас здесь будет появление заголовка что чтобы он у нас но не пролистнулась это появление заголовка все отлично идем сюда и вот уже вот здесь вот здесь вот в этот момент нам нужно начать настраивать нашу анимацию зажимаю пробел опускаю чуть ниже кликаю сюда вытягиваю room in suites command enter и здесь animate apply animate preset где у нас blur headline 2 все и вот у нас появление нашего нашего заголовочка причем ровно как нам нужно даст то есть нет вот этих рамочек галочка отжата мы сделали отличный пресет с вами все супер посмотрим как это выглядит финале то есть вот мы скроллим и вот у нас появляется отлично теперь у нас должны появляться наши картинки на из маски здесь я сделаю сейчас одну картинку дальше я ускорю видео и вы уже повторите но самостоятельно по одному и тому же принципу все просто мы выделяем картинку у нас картинка будет появляться вот в таком формате смотрите здесь я вам покажу то есть как мы видим они у нас из маски идет движение слева направо и постепенно один за другим появляется вот этот текст ну и собственно с вами это же и сделаем нам нужно создать вначале маску которую мы будем двигать мы выделяем картиночку ищем где наша картинка вот она нажимаем команды чтобы у нас появился такой же объект такого же размера он и будет маской в афтер эффекте маска кладется сверху фигме снизу а в афтер эффекте сверху мы здесь кликаем вот кликните вот здесь что у вас появилось три столбца обязательно вот на эти два кругляшка здесь выбираем альфа-мейт-рум то есть вот этот слой он будет являться у нас маской по прозрачности выделяем вот этот слой берем инструмент работы с якорной точкой потому что если мы сейчас скейл с вами будем двигать скейл то он будет как мы видим центру двигаться нам нужно чтобы вот он отсюда увеличился поэтому мы берем инструмент якорной точки зажимаем команд и перетягиваем его вот к этому краю ну или shift если у вас команд в каких-то версиях может не работать в общем он должен оказаться ровно вот на этом вот на этой границе теперь мы когда появляется наш заголовок примерно вот здесь мы будем работать со скейлом мы уберем вот этот ключик потому что нам нужно непропорциональное увеличение изменения масштаба то есть чтобы по игре он оставался а по и су двигался как мы знаем всегда все координаты вначале указываются x потом y здесь мы ставим будильничек и давайте здесь тоже что потом не копировать тоже чуть-чуть отмотаем примерно чтобы они у нас вот так вот появлялись все поставим сюда здесь ставим по нулям и смотрим что у нас получается вот у нас идет вот какое-то расширение от нуля самому завершению ставим изинг настраиваем fnf9 есть я жму выбираю здесь плавно и здесь плавно он будет двигаться и чуть-чуть плавности добавлю то есть у нас так он будет раскрываться плавно-плавно-плавно увеличивается и концу завершать давайте даже здесь уберем изинга можно попробовать сократить анимацию мне не хватает резкости в целом конце ну вот так вот давайте оставим все отлично выходим отсюда выбираем наш текст можно скопировать из меню можно самостоятельно сейчас настроить t opacity 100 мы сделаем чуть покороче ее где-то вот так ставим здесь будильничек отматываем назад ставим 0 ставим здесь плавность 9 настраивать ее не будем просто выделим это и скопируем выделим вот этот слой сместим наш ползуночек сюда нажмем комнат в нажмем у здесь вот все собственно работает отлично вот у нас есть анимация появления нашего нашего блока с текстом и картинкой теперь это мы повторим со всеми остальными карточками дублируем слой делаем маску смещаем якорную точку анимация скейла копируем ее вот прям отсюда анимация прозрачности копируем ее отсюда и со всеми остальными карточками погнали ну я забыл сказать что вот у нас появляется одна карточка делайте появление следующего блока буквально вот когда у нас вот пройдет вот столечка то есть там где-то одна четверть откроется картинки уже делайте появление следующей картинки по моему у меня так стоит посмотрим как у меня здесь настроено вот идет появление да они практически вот то есть даже вот в таком вот вот настолько она появляется на давайте сделаем вот так вот чуть-чуть появляется появляется следующая картинка потом здесь так как у нас плавное ускорение проходит мы чуть-чуть Вначале, видимо, здесь ускоряемся. Сразу начинает двигаться эта картинка, потом эта. Ну, хотя давайте сделаем на 1 четвертой, чтобы они у нас все появлялись. Быстренько все будут на 1 четвертой появляться. Потом, если что, подправим. Давайте я ускорю видео. И, ну, вообще, по идее, смотрите вот здесь в финале, чтобы у вас вот оно появление. Здесь должно появляться эта картинка. Здесь должна появляться вот тут начать появляться вот эта картинка. Потом вот тут должна вот эта. То есть анимация должна как будто вот за кадр до того, как она сейчас появится. Раз, два. И здесь мы замедляемся. Погнали. Здесь вот я даже вижу, что он у меня поздновато двигается. То есть мы видим, что здесь запаздывает появление вот этой картинки, поэтому я отмотаю немножечко назад. Выделю вот эти два файла. Смешу их немножечко назад. Посмотрим в финале. Идет появление. Да, вот так вот должно появляться. Здесь у нас уже должна появляться третья картинка. Здесь у меня в конце, может, вы его заметили. Я затупил не туда, скопировал ключи на саму картинку, не на маску. Вот здесь у нас View More. Два раза кликаем. Сместим чуть выше. Закроем все это дело. И View More. Также, когда они у нас появляются, вот примерно вот здесь, пускай поставим здесь Frame Rate. Нам нужно Opacity поставить. Вот так вот. Все, и у нас появляется наша кнопочка. Смотрим, что у нас получилось вообще. Отлично. Переехали сюда. Теперь здесь немножечко можно постоять. Поставим здесь ключик. Чуть-чуть постоим. И сделаем еще одно движение скролла. Зажатым Shift-ом я также поднимаю вверх. Чуть повыше. Где-то вот так вот. Все отлично. Идем сюда. Здесь правим наши текстовые слои. Что они у нас уехали, да? Здесь нам нужно настроить вообще весь текст. У нас открывается эта панелька. Минус 40 оставляем. Здесь нам важно поставить 58. Вспоминаем, сколько мы там ставили в Figma. У нас здесь будет стоять 58 на 48. Все остальное оставляем как есть. Нажимаем Command-Enter. Берем, заходим вот сюда. Выделяем эти элементы. Заходим в V-Line. Можно выровнять посередине или поверху. Закроем. Все отлично. Чуть-чуть опустим. Можно также выделить вот эти три элемента. Выровнять их поверху и опустить чуть ниже. У нас там было напряжение, но не такое сильное. Теперь смотрите. Здесь у меня вы увидите появление вот такой вот картинки. Потому что часто хочется эффектное появление. Маленьких картинок понятно делать как, да? То есть мы вот сделали, например, из маски. Вы можете еще в маске сделать так, что у вас вот здесь, например, когда появляется картинка, она у вас может быть еще большая. И потом к концу завершения маски, вот здесь сейчас давайте покажу на примере этой картинки. Найду ее только. Где она? А, ну вот она. Нажмем здесь Scale. Здесь вот она начинает свой путь. Да, мы поставим здесь ключик. Здесь завершает. Где-то где-то. Вот тут. Поставим тоже здесь ключик. Так, вернемся и увеличим, например, вот настолько. Теперь смотрим, что у нас получается. То есть она у нас двигается еще вместе с маской. Так, еще эффектнее появление. Вы можете даже Rotate там на 5, на 10 градусов. Сильно не переусердствуйте. Вот так вот появление нашей картинки. Тоже можно добавить эффекты. Обязательно, конечно, добавьте плавности этому всему, чтобы было симпатичнее. Ну вот так вот. Можно пройтись по всем картинкам. Но у нас большой картинка часто проблемы. Что с ней делать? Я люблю такое решение, что она как бы откуда-то тоже появляется. Поэтому мы сделаем следующее. Мы тоже добавим сейчас маску под эту картинку. Сделаем меньше, ну вместе с маской. Мы вначале сейчас... И мы прямо сейчас добавим масочку. Сделаем маску. Контрольную точку, якорную точку поместим в самый низ. Что у маски, что у картинки. Но это надо было, наверное, в самом начале сделать до дубля. Все отлично. Теперь идем в финал. Входим отсюда. Что мы здесь стоим, получается. А у нас вот такая быстрая... Анимация. Здесь нам важно сделать... Я единственное не поставил здесь дополнительную контрольную точку. И это плохо. Давайте здесь ее удалим. Поставлю здесь позишн. Вот так вот. Немножко постоим. И потом вот еще проскролим до самого низа. Теперь вот снова поднимаем. Доверх. Все отлично. То есть вот здесь... У нас должна начаться анимация появления нашей картинки. Увеличение. Мы ставим здесь Scale. И потом смотрим, да, где она у нас завершится. Примерно вот здесь она у нас должна уже увеличиться в размер, в необходимый. Все ставим. Отматываем сюда. И делаем уменьшение ее примерно вот так вот, чтобы она у нас была. Заходим в саму картинку. Здесь в самой картинке указываем, что верхний слой у нас должен быть маской. И в самой картинке мы можем сделать ее больше, например. Вот так вот. И у нас будет необычный такой эффект. Что у нас и сама картинка двигается, и маска как бы раскрывает весь этот план. Вот так вот. Картинку можно попробовать, например, сделать больше, наоборот. Но она выглядит не очень. Здесь с якорной точкой придется повозиться. Но можно, например, вот так вот. То есть они у нас отдаляются. Якорь не там поставил. Давайте у картинки якорь поставим вот сюда. Попробуем. Это сейчас чистая импровизация. Сделаем вот так. Ну, тоже симпатично. Смотрите-ка. Поставим здесь изинги. Fnf9. Идем в финал. Смотрим, как это выглядит. То есть вот мы скроллим. Единственное, мне кажется, это слишком быстро. Давайте посмотрим, что у нас здесь на графике происходит. Добавим здесь плавности. Немножко. Все равно слишком быстро. Давайте вот так вот сделаем. И здесь пододвинем появление. Сделаем его подольше. Идем сюда. Ну и вот появление нашего текста. Здесь уже дальше берем. Примерно где у нас должен появиться заголовок. Вот тут. Вот тут уже должна начаться анимация появления нашего заголовка. Идем сюда. ApplyAnimatePreset. Вставим его. Отлично. Теперь здесь можно скопировать появление вот это. Выбираем. Где у нас Pure Delicious, Seaside. Где-то здесь должен начать появляться Seaside. Потом должен появиться чистое удовольствие. Потом текст. Где-то вот здесь. Потом наша кнопка. Где-то вот здесь. Все. И вот уже к концу мы подходим. То есть вот у нас уже. Ну и вот появление. И здесь мы уже постоим немножко. Постоим, постоим. Можем уходить в прозрачность. То есть мы завершаем нашу анимацию. Как мы это делаем? Самого последнего элемента. Мы сюда. Здесь находим наш слой. Frame. Нажимаем U. И ставим здесь ключик opacity. Раз. Отматываем. И делаем на ноль. Копируем этот ключик. То есть анимация исчезновения. Переходим сюда. То есть самый первый, последний у нас будет исчезать. Потом текст у нас исчезает. Потом у нас исчезает наш... Где этот Pure Delicious? Потом сейсайд. Потом наш вот этот блюр нас. Мы сделаем следующее. Мы скопируем. Давайте попробуем. Ставим вот так. Ставим вот так. То есть мы вначале скопировали конечную его фазу, чтобы не было никакого движения. И потом первую фазу. То есть чтобы у нас обратное действие пошло. И он у нас вот так вот исчезает. Отлично. Где-то здесь, где-то здесь наша картинка должна пойти в прозрачность. Берем opacity здесь ставим. Здесь 100 будет. А здесь будет 0. Выделим. Fnf 9. Ну и все исчезает плавно. То есть примерно вот здесь у нас уже все исчезнет. Пододвигаем нашу анимацию. Она у нас получилась короче 7 секунд. В принципе все. Теперь когда мы отрендерим, она у нас будет цикличной. То есть как и из белого фона, она будет уходить в белый фон. То есть она у нас бесшовная анимация получится. Дальше. Что я вам посоветую. Что вам нужно будет сделать. Здесь конечно по идее по-хорошему в медиа-энкодер это все закинуть. Но возможно у вас его не будет. В медиа-энкодере одно разрешение стоило бы указать. Но я вам покажу как render queue делать. На Windows вам будет гораздо проще. Здесь указываем куда, какое местоположение. Здесь указываем качество. QuickTime. Ну если у вас будет здесь какой-нибудь там MP4 или AVI хотя бы. Но на Windows. То поставьте. Если нет, ну ставьте QuickTime. Потом уже когда куда-то загрузите. Там например в Vimeo или YouTube. Он у вас уже перекодирует этот формат. Все. Нажимаем ОК и рендерим наше видео. Здесь указываем адрес. Когда укажем адрес, появится рендер. Или поставить в очередь в медиа-энкодер. То есть вот он у меня запускается. Там будет гораздо попроще. Здесь у нас появляется вот такая вот панельечка. И нам нужно выбрать, если у вас есть медиа-энкодер, или установите его H.264. Ну и покажите там Vimeo. Можно выставить Vimeo или YouTube и тому подобное. Ну и здесь 1920-1080. Количество кадров ставим в наше стандартное 25, которое у нас было. И рендерим. Нажимаем ОК. И здесь у нас даже обрезалось как надо. Указываем адрес. Нажимаем Play. И все рендерится. По окончанию урока я напомню вам, что у нас есть курс наука анимации. Да, так сказать UX, UI анимация. Скоро будет запуск третьего потока. Дата пока второго потока стоит. Следите за нашими новостями. Прямо вот скоро-скоро объявим запись на третий поток. Здесь можно записаться на курс. Курс длится 6 недель. 8 спринтов. Я уже говорил, что вы научитесь именно мыслить анимацией. Передавать анимацию. Просчитывать анимацию. Вы будете понимать, как не выходить из бюджета. Где какая анимация дорогая, где какая дешевая. Презентовать свою работу. Программы, в которых мы научимся работать. Я еще покажу всякие фишечки в Figma. В принципе, или в MacApe, если у вас Windows в принципе не работает. Очень много про After Effects. Здесь вы можете посмотреть видео про этот наш курс. Программа наша, где работают студенты. И небольшой Reels. По окончанию вы получите сертификат обязательно. У нас есть несколько видов рассрочки для граждан РФ и для граждан из других стран. У нас тоже есть рассрочка. Все удобно. Все быстро работает. Ну и, собственно, предлагаю посмотреть Reels. Я с вами прощаюсь. Действуйте осознанно. Пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...